Девушки отдыхают 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 Я смутился Если я сейчас скажу нет, Тамара обидится и бросит трубку У меня испортится настроение, я не смогу работать Начну гулко вздыхать, думать В чем думать-то? Не впрок, например, на завтра А задним числом, вспоминать уже произнесенные слова и совершенные поступки На это уйдет ночь, завтрашний день, выброшенный из работы На это, чтобы отвезти Тамару и вернуться Уйдет два часа Я отвезу Восемь внизу Совершенно не умею отказывать, если меня просят о чем-нибудь В медицине есть даже термин такой Гипертрофия и обратные связи То есть, в разговоре с другим человеком Я полностью ставлю себя на место партнера И забываю о своих интересах А может быть У меня в роду Какой-нибудь далекий предок Был страшный хам И моя деликатность Это просто компенсация природе Действующей по закону высшего равновесия А что я плачу природе долг Для своего предка Я лег спать И заснул С ощущением нравственного комфорта Я остановил машину Возле вывески Пойдем со мной Лучше я останусь здесь Я боюсь Тебе, значит, страшно А мне нет Зачем ты вообще сюда приехал? Мне надо исключить А в другом месте нельзя было исключить? Здесь специалисты лучше Тамара вышла из машины И пошла к широкой каменной лестнице Мы вошли в вестибюль Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку Потом села в какую-то очередь И посадила меня возле себя А че, Лёвка, с тобой не поехал? Я не хочу, чтобы он ехал Я от него скрываю Почему? Муж любит жену здоровую Брат сестру богатую Ну, это если муж и брат гады Почему гады? Нормальные люди, это нормально Ну, если это нормально Дура я Почему? Всю эту диссертацию кропала Гальвономагнитный эффект в кристаллах Германии Катька двоечница У Лёвки вторая жизнь Я здесь Вот тебе и эффект Человек должен куда-то стремиться Ты правильно живёшь Никуда не лезешь Вот ты и здоров Почему я никуда не лезу? Я переводчик первой категории Тамара хмыкнула Хоть и мыслью был таков Технические переводчики переводят с одного языка на другое А сумма знаний остаётся прежней Она же, Тамара, создаёт новую сумму знаний Значит, её жизнь объективно дороже моей Однако моей бесполезной жизни ничто не угрожает И так далее Да ты тоже здорова Вот сейчас исключишь Поедем домой Ты понимаешь, Дим Это наука, она ведь весь свет застит Ведь кроме этого по-настоящему Ты ничего не видишь Ничего не понимаешь Утром встанешь Съешь, что под руку упадётся и бежать Вечером примчишься, перехватишь, чтоб только с голоду не помереть и за машинку Ешь только, чтоб загрузить в себя топливо Ходишь, чтоб только перемещать в себя во времени и пространстве А мысли-то все там Как у Мцири, помнишь? Он знал одной лишь думы власти Одну, но пламенную страсть Она, как червь, во мне жила И сгрызла душу И сожгла Да, да Только так и можно что-нибудь сделать Это счастье Может быть Но как мы себя обворовываем, а? А ведь можно проснуться утром Здравствуй, утро Борщ сварить, чтобы капуста хрустела Ведь настоящий борщ, это же симфония Вечером придет муж с работы Здравствуй, муж Да что там Жжем себя во имя ложной цели А понимаешь, когда уже Рядом с Тамарой в очереди сидит женщина А вы откуда приехали? Я из Донецка А вы знаете, этот институт этот Он самый лучший в Советском Союзе Да что вы, ой Самый лучший в мире Вы знаете, как сюда трудно попасть А вы по блату? Нет Мы законным путем А у вас Из-за чего? Тамаре была неприятна моя общительность Но в это время к счастью подошла ее очередь А я не могу не отвечать Когда она меня смотрит Или со мной разговаривает А у меня Из-за вредного производства Да Надо же уйти из производства Почему? Как же это уйти? Другие работают Что я лучше их? Вы заболели Так Они, вон Все тоже заболели Что же я лучше их? Меня озадачила философия Как все Но я не собираюсь падать духом Я собираюсь пример с мамой брать Знаете, какая у меня мама? У нее во время войны Дом сожгли С детьми маленькими совсем Потом она на мину наступила Ей ногу оторвало Она замуж вышла Меня родила А когда такое со мной случилось Она приехала Сюда В Москву ко мне Ну, чтобы меня Морально поддерживать Мы с ней вечером В Третьяковскую галерее идем Да? Да Надо посмотреть Что тут такое Когда еще в Москве будешь Идем Здравствуйте Чего ты орешь? Встал и орет Поехали Да Давай на Вавилова Спекулянтики Я привез ее На улицу Вавилова Здесь она меня с тобой не позвала Отсутствовала Час или полтора Оп Что это? Что? Шляпа для пляжа Сейчас-то зачем? А черт его знает Сколько? Слушай, стыдно вспомнить Страшно вслух произнести Зачем же ты поддерживаешь рублем Недостойные элементы Нашим обществом Вот ты шутишь А это действительно так Я не шучу Ты знаешь, как она со мной разговаривала? Как будто это я спекулянтка А она ученый физик Вот я всегда рабею перед нахалами Ладно, давай, поехали Я вывел машину из переулка И выехал на главную улицу Слушай Тебе сколько лет, а? А ты как думаешь? Шестнадцать Правильно Правильно Мне всегда будет шестнадцать Шестнадцать плюс старость Шестнадцать плюс Смерть Давай в библиотеку А зачем библиотеку? Материал нужно собирать Ну ты собиралась борщ водить, как симфония? Борщ Борщ сожрут и спасибо не скажут А материал останется В тоненькой книжечке Вот через сто лет Какой-нибудь тощенький студент придет Отыщет мою книжечку Изучит и скажет Спасибо, Тамарка И спасет человечество Да, через сто лет Ну придет через год А книжечки нет Давай, поехали Для технического проекта Число единиц Оборудование подсчитывают Отдельно по номенклатуре Каждому типоразмеру Как же перевести на английский язык Номенклатуру И типоразмер Привет Слушай, я развожусь с женой Помоги мне перевести книги А кто это говорит? Володя Какой Володя? Твой брат У меня действительно Есть троюродный брат Володя Но мы с ним разговариваем Примерно раз в семь лет Я успеваю отвыкнуть От звука его голоса А потом в детстве его имя сократили Не Вова, а Лоди Я не могу себе представить его Под другим именем Лоди что ли? Ну да, да Он терпеть не мог этой клички Слушай, ты не мог бы за мной приехать, а? Я работаю Ну я действительно работаю У меня задолженность в редакции 24 листа Это составляет полгода работы Если работать каждый день Не отвлекаясь на сон и на еду Я могу погасить эту задолженность В полтора месяца Но для этого надо, чтобы меня никто не отвлекал Я развожусь Мне нужна поддержка Когда-то у Лоди была свадьба На свадьбу он меня не позвал Лоди Я очень занят Неужели ты не можешь отвлечься на полтора часа? Я же развожусь Ну ладно Приеду Дом с желтыми лоджиями Я буду стоять внизу Мог бы Мог отказать Лоди Но в отказе я усматриваю предательство Детство общих корней Я родился ведь не сам по себе До меня был мой отец Двоюродный брат Лодиного отца Потом был мой дед Родной брат Лодиного деда Был общий прадед В сущности мы же из одного древа Да, да, да Типа размер Я подъехал к дому с желтыми лоджиями Лоди в помине не было Можно перевести как два слова Тип и размер Ну да А можно и третий найти Который по смыслу бы определял типоразмер И стал искать синоним Черт тебе знает Мои переводы уходят за границу Я не встречал ни одного своего читателя Ну приехал бы хоть раз Какой-нибудь Слаборазвитый капиталист И спросил Это мистер Мозаев Да Что да? Пошли Слушай, ну ты скажи ему Чтобы он не забирал у меня дачу Я ведь женщина Когда я ее заработаю У нас, между прочим, ребенок Оставь ей дачу Ты там все равно ведь не будешь жить Да я туда носа не покажу Я вообще эту дачу ненавижу Я ее сожгу, но ей не отдам Сожгу, но не отдам Я никогда не видел Лодю таким Почему? Потому что она профурсетка Он говорит, что ты профурсетка Митя, ты послушай Мы собирались в гости А он мне говорит Ты не крась так ярко губы Тебе не идет А я накрасила, ну потому что сейчас так модно Может тебе действительно не идет Митенька, ну модно же Она накрасила губы Ну что тут особенного? Господи, да дело же не в том Накрасила она их или нет Дело в том, что превыше всего Она любит себя и свои удовольствия А на меня и плевать с высокой колокольни Если даже я завтра попаду под трамвай Она вечером пойдет в кино И будет говорить всем, что ей было очень тяжело И надо было ответить Это страшный человек, Митя Ты ее не знаешь Это чемпион эгоизма Ты страшный человек Ты чемпион эгоизма Да Просто я ему надоела Вот он и ищет способ К чему придраться Я все-все для него бросила Он сломал мою жизнь Она все бросила из-за тебя Это нехорошо Чего? А чего у нее было-то, чтоб жалко было бросать Это я бросил из-за нее больных родителей Будь проклят тот день, когда я ее встретил Господи Если бы можно было вернуться в пять лет назад Я бы за верстой бежал в этот дом, где мы с ней встретились Ладно, я пошел Куда? Да вы просто любите друг друга Я как дурак хожу туда-сюда Я понял У них шла борьба за власть Лоди хотел подчинить жену А жена отставила свои права на индивидуально Подожди, подожди А книги? Нас же перевезти книги Вы помеетесь А потом я буду обратно книги перевозить Так и буду туда-сюда Пусть уезжает Все, пусть уходит Нет, 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 пусть он останется Нет, нет, подожди, пусть он поест Он, между прочим, два часа внизу сидел Это справедливо было Ладно Бери свою дачу Не нужна мне твоя дача Да бери, пожалуйста Зачем? Что я там буду делать? Сидеть одна, что ли, как с уроком? Ты одна не будешь Армяне, французы Народов много Да, конечно Народов-то много Только ты один Ну ладно Ну прости меня Ну я больше не буду Я не могу тебя простить Я поклялся здоровьем нашего ребенка Если я тебя прощу, Бог накажет Ну что ты Ну что ты Ну у Бога столько дел Ну что ты Ну если ты думаешь у него время Заниматься твоими глупостями Есть очень хочется Стандарт Они же подсчитаны По номенклатуре И каждому стандарту Бред какой-то Может индивидуальность? Нет Индивидуальность применяется Только к одушевленным предметам И не может быть применена К единице оборудования Например Моя индивидуальность состоит В отсутствии Всякой индивидуальности Индивидуальность Киры В том, что она женщина Главное в ней стихия женственности Которая охватывает людей Зверей И даже неодушевленные предметы Если Кира, скажем, берет в руки Ложку То это не просто ложка А ложка плюс Еще что-то Хочешь яблоко? Нет Вообще да Я искусно наблюдаю за ней И вижу, что все ей во мне не нравится Может пойти работать в штат Ни в коем случае То есть А может тебе действительно Пойти работать в штат? Я ведь одна разговариваю Почему? Ну я говорю Хочешь яблоко Ты говоришь нет А потом тут же говоришь да Я говорю пойти работать Ты говоришь нет А потом тут же говоришь да Ты что, Бурак? Не знаю вообще-то В школе я всегда хорошо учился Господи Я обиделся, но не показываю вида Иначе она скажет Никогда не страдай при женщине Вот придешь домой И страдай сколько угодно Вообще-то ей нужен совершенно другой человек А вместо него я Со мной ей плохо Но без меня еще хуже Выходи за меня замуж Ну я не люблю тебя Я знаю Она любит другого А почему вы с ним не поженитесь? Ну потому что в нем нет стремления к порядку Он непорядочный Он предпочитает тотальный хаос отношений А я его не выношу Ну зачем любить непорядочного человека? Ты понимаешь Я его люблю Убей его С какой стати? Ну ты меня любишь? Очень Ну для меня Двоим любви Разве этого недостаточно? А где я возьму оружие? Ну у знакомого милиционера У охотника в тире Ну ты ищи мест Меня в тюрьму посадят Ну что? А я к тебе приеду Как Мария Волконская Ее муж тоже покушался Он из политических соображений Покушался Ну а ты из нравственных Еще неизвестно что важнее Ну? Он ничего не сделал Ну он мне сделал Он усушил мою душу А это тоже преступление Ну? Я не могу Попроси кого-нибудь другого Ну не другого Только ты Ну Я к тебе приеду Куда? В Сибирь Ну? А что? Ну конечно приеду Ну? Ладно Сработала Гипертрофия обратной связи Гарик Гений доставания Может достать все Югославскую кухню Швейную машинку Веритес Птичье молоко Живую воду Если бы Руслану Понадобилось Людмилы То Гарик Привез бы Привез бы На такси Я попросил Гарика Достать мне огнестрельное оружие Но Гарик сказал Что от него Слишком много грохота И достал мне Какой-то порошок С виду Порошок походил На мелкотолченый антрацит Это не органцовка? Не пробовал А как проверить? Никак Ну А в самом деле Кто же это будет проверять? А сколько с тебя взяли? Я хотел проверить По цене Нисколько Услуга за услугу Какая услуга? А билеты в театр Это неравноценно? Ну неизвестно Здесь спектакль Там А я тебе что должен? А ты Ты будешь переводить Мою переписку С кем? С частным детективом Из Англии Ну Это мало Ну мы ж друзья Дружба тоже входила В приз курант Гарик сказал Чтобы я ни в коем случае Не открывал коробочку И не нюхал Еще сказал Что это Этот порошок Очень дефицитное средство Если у меня останется Я должен был ему вернуть Я положил коробочку В карман И чтобы не откладывать Это дело В долгий ящик Тут же решил Позвонить У меня души Я мечтал Чтобы никого Не оказалось дома Но он был Бан Слушаю вас Здравствуйте Здравствуйте Мне надо с вами увидеться У меня к вам дело Какое дело, простите? Это ненадолго Это займет вас всего Две секунды Две секунды Ну хорошо, приезжайте Это вы звонили? Да, это я Здравствуйте 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 Проходите Я должен только сразу Перед вами извиниться Все дело в том, что У меня публичное выступление В музее Я должен буду Бежать Поэтому, если можно Суть дела Сразу и Покороче Нет, спасибо Мне совершенно Не хотелось его убивать Наоборот Мне Хотелось для него Что-нибудь сделать Например, кофе сварить Или картошку поджарить Совершенно не представляю Как я буду это делать Ну, слушаю Слушаю вас Я должен вас убить Что? Да Я должен вас убить А? А чего молчите? Ну, а что мне сказать? Пожалуйста Или Ой, не надо Ой, боюсь Что вы от меня ждете? Ну, я не знаю Но мне очень неудобно Так и мне тоже Ну, слушаю Слушаю вас Ой Как вы странно пишете Такая дурацкая детская привычка Не могу Никак от нее отделаться Я смотрел на нее Вот откуда ветер дует Как-то я сразу не догадался Она плачет Она плачет Ну, что делать? Это характер Она всегда будет плакать Ну да Ну, одно дело плакать В свои ладони А другое дело В мужское плечо Все дело в том, что я Не могу подставлять плечо Если я Буду подставлять плечо Если я, не дай бог Вступлю на эту стезю У меня не будет времени Для других занятий А дело в том Поверьте, у меня У меня ведь действительно Тысяча дел Которые никто за меня не сделает К тому же я Уже стал уставать Но она страдает И нечем заняться Она молодая бездельница Да, но она ваша Бездельница Возьмите трубочку Но меня нет Я слушаю Кто это? Это я Я тебе через 10 минут позвоню Меня нет Я слушаю Это опять ты Да что ж такое Я звоню совсем в другое место Набираю твой номер Ты правильно набираешь Я у него Дурак И шутки твои дурацкие Меня нет Я слушаю Что ты там делаешь? Как? Мы же договорились О чем мы договорились? Ну что ты приедешь ко мне? Куда? В Сибирь В какую Сибирь? Ты что? Забыла? Да о чем? Хорош бы я был Представляете Мне не надо вас убивать Я очень рад за вас и за себя Меня нет Я слушаю Я слушаю Кто это? Перестань звонить Его нет дома Слушай, у меня действительно давно нет дома Нет, нет У меня машина Я вас подвезу Не волнуйтесь Это очень кстати Это очень кстати Спасибо Слушайте Тогда у нас с вами есть еще 11 с половиной минут Прошу вас О нет, мне нельзя Ну и мне тоже Чисто символически Знаете, что я вам скажу Не стоит меня убивать Правда К чему такие хлопоты Стар я стал для страстей Насколько я понимаю Мы с вами Соперники Нет Что Меня она никогда Не хотела убить Вы чем занимаетесь? Я технический переводчик Вы наверное подумали Что я сумасшедший Я подумал Что Все мы сумасшедшие Я остановил машину Возле здания музея Ну Спасибо вам Всего доброго До свидания Спасибо Удачи вам Спасибо Вы чего ждете? Вас Убить? Нет Чтобы отвезти домой Да вы не волнуйтесь Я жду так часто Что это у меня уже Превратилось В безусловный рефлекс Нет Спасибо Я Сам доберусь Ну до свидания До свидания Убивица Он пошел Конечно он Делает свое дело Не входит ни в чье положение Поэтому она и выбрала Его, а не меня Доп Это для школы Ты потом будешь править Лучше в кадре Юр, каждый я получу А я знаю Я знаю Я учу франку Соп, соп Соп Вот так вот берегите Вот так Потом откуда Про авиационский все Походите Вот туда Я здесь машину Я здесь машину Я здесь машину Кромфонный оператор Хамиль Я здесь Я здесь музыкала Здесь я только этим Скажите Ну я вообще говорю Понимаешься, конечно Когда внизу Я бы не заезжал Сошли 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 Когда сказали по-французски Я сына Учу Да Сам не знаю Ты кто когда-то учил Вот тут сидит Кто знает, тот говорит Кто не знает Кто не знает Сцена 9 Страница 31 и 35 Дубль 5 Съемка Через месяц Случилось то Что в конце концов Обязательно должно было случиться Меня выгнали с работы Мой начальник Лебедев Сказал Что у него нет другого выхода Поскольку Если он не сделает этого То вышестоящий начальник Выгонит его А он Лебедев К этому морально не готов Ну потому как он Разговаривал со мной Вежливо и остраненно Я понял Что он уже сбросил Меня со счетов Что-нибудь придумаю Решил я Тамара стояла на кухне Готовила ужин Жарила яичницу С докторской колбасой В кухню вошла дочь Тамары Восьмилетняя девочка Катя Мама У меня дочь Это нормально Человеку не может быть Все время весело Если он не идиот Конечно Тамара Одолжи денег Да я ж при тебе купила Эту шляпу Весь аванс отдала Я сама хотела У кого-то перехватить Ну честное слово Я верю Извини пожалуйста Ты чего не садишься? Да я на минуту Зачем ты ее возил? Ну она попросила Я и повез Она же не врастеничка Тебе в следующий раз В морг потащить Тоже поедешь? Наверное Да ты теперь я спокойна Можно было успокоиться И меньшей ценой Мне за тебе все дается даром А мне за все приходится Платить втридорого И за туфли И за покой Ты помнишь Хотя можно и не платить А знаешь почему? Потому что у тебя Очень низкая Разрешающая способность мозга Ты дура Ну если бы я была дура Я бы Не защитила докторскую В 35 лет Ну значит ты умная дура Мама Не взорву Садись Садись Нет спасибо Я каждый день ем яичницу с колбасой Ну просто выпей Нет мне нельзя А ты что всегда делаешь Только то что можно? У меня камни Да не Не почувствовать Ну Когда я ощущаю Волевой импульс Направленный на меня Я не могу противостоять Может ты все-таки сядешь? Да нет Спасибо Я пойду Сегодня в Ижевске открыт Волевой импульс Лоди, это я. А, привет. Слушай, у нас всё в порядке, спасибо. Лоди, одолжи мне денег. Сколько? Сколько можешь. Насколько? Насколько можешь. Я могу дать тебе 10 рублей на неделю? Нет, это меня не устроит. Ну, а больше у меня нет. Ну, понимаешь, вообще у меня есть, но они на срочном вкладе. Если я оттуда их возьму, я потеряю проценты. Ну, а вообще, если честно, проси у меня всё, что хочешь. Я могу сделать для тебя выгодный обмен. Ну, хочешь машину без очереди, а денег не занимаю. Ну, жадно я до денег. Спасибо. Ну, звони, пока. Я достал записную книжку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 re Какая польза? Ты нужен. Нужен. Для того, чтобы люди были людьми. Ну ладно, счастливо. Я пошел. Завтра заеду, не забудь перевести. Боль во мне росла. Набирала силу. Какую-то минуту мне стало все равно. Где-то я читал, что человек перед смертью мысленным взором обегает в свою жизнь. А я ее позабыл. Мне казалось, я в океане. На узком деревянном плоту. Плот чуть покачивается на волнах. Его все дальше относят от берега. Привет. Привет. Как ты вошла? Не заперто было. Слушай. Спасибо тебе. Я рад. Ты молодец. Это ты молодец. Спасибо тебе. А что с тобой? Умираю. Ой, ну брось ты. Слушай. Он такой трудный. Ему и со мной трудно, и с собой трудно. А ты... Налей мне в ванну горячей воды. Хорошо. Тебе как лучше? Чтобы я ушла или осталась? Как хочешь. Тогда я пойду. Пока. Какое-то время я слышал ее шаги. Потом... Возвращение... Я тебе покажу. Нажимая... Тебе как лучше? Я рисую. Попробуйте. Кашка... Сушиться в других. Возвращение. Ну, да, да. Слушай, завтра ты меня должен повезти по магазинам. Ванда, Власта, Лейпциг и Ядран. Алло, ну ты слышишь меня? Завтра ты должен меня повезти по магазинам. Тамара, Лейпциг и Власта напротив, через дорогу. Ага, через дорогу. Ванда в центре, а Ядран на выезде из Москвы. Ну, что? Ладно, если не умру. Да я знал уже, что не умру. Разве тут умрёшь? Что ж такое, а? Может быть, порошок в сочетании с яблочным джемом? Да это какое-то нейтральное соединение. А скорее всего, Гаррика просто надули. Аблик. Ну, я же надеюсь. Аблик. 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 Ну конечно я не умру Иначе кто же повезет Тамару по магазинам Спасибо Спасибо Продолжение следует...